доброго здравия дорогие единомышленники вас приветствует компания sky world community и я рад представить вам как будет выглядеть наше будущее а а а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Данной технологии 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 и масштабирование ее использования. Это изменило наш мир, изменило представление о жизни. Так же, как и сейчас, мы живем в пятом технологическом укладе. Это виртуальная реальность, интернет и гаджеты. То есть скорости повысились до неузнаваемости, скорости, комфорт, но главное скорости, скорости передачи информации. Мы звоним на другой конец нашего шарика, можем даже по видеосвязи позвонить и разговаривать уже практически без задержек. Можем деньги пересылать за секунды, гигабайты за секунду. Но мы еще очень медленно передвигаемся, медленно передвигаем грузы и пассажиров. И это огромная часть того, почему такое сильное торможение в развитии, откуда есть сильное сопротивление и трение, потому что мы просто не успеваем. Так много времени человек тратит в транспорте, чтобы быть эффективным. И сейчас настало время революции и эволюции в транспорте. Абсолютно новый вид, абсолютно новые характеристики, наилучшие возможности экологичности и, конечно же, самая высокая эффективность для человека 21 века. Технология, которая может удовлетворить все потребности человека. И это только первая технология из целой серии, дамы и господа. И вот посмотрите, пожалуйста, это пятый технологический уклад. Эти компании, они огромные, они так сильно разрослись, потому что эти технологии, эти продукты и услуги были нужны людям. И, прошу прощения, и огромная капитализация именно из-за этого получилась у этих компаний, потому что данные компании когда-то стоили мало, но делали полезный продукт, были все, так скажем, нужнее, 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 нужнее большему количеству людей на планете. И поэтому, вот, например, компания Apple, компьютеры наши, без которых мы теперь никуда, за 8 долларов, можно сказать, через 38 лет это капитализировалось в 550 тысяч долларов. Так скажем, за 8 долларов купил 550 тысяч долларов, но через 38 лет. Что значит инвестирование? Вот это и есть капитализация. И компания Alibaba, которая начинала маленькой, 100 долларов за 18 лет превратилась в 1 782 500. И это историческая статистика. То есть эти компании были нужны людям, они развивались, они принимались, они масштабировались. Так вот, представьте, еще эти компании каждый год, если совладельцы не расставались со своими долями компании, получали дивиденды, то есть прибыль за каждый год от прибыли компании. И это очень здорово, при том, насколько сильно развивались эти компании. Так вот, что я хочу сказать. Эти все компании пятого технологического уклада гораздо меньше будут, чем наша транспортная инфраструктура, транспортная технология второго уровня. Ведь это один из самых дорогостоящих бизнесов на планете. Самый прибыльный бизнес на планете. С пассажироперевозками и грузоперевозками. И здесь мы имеем именно такое know-how, можно сказать. Потому что это будущее. И я говорю не про какой-то концепт или идею. Я говорю вам о уже практически завершенной сертификации полной технологии. Потому что так много было сделано. И вы сегодня услышите об этом. И увидите, насколько много за ближайшие 5-6 лет успелось сделать. Например, с момента, когда я пришел еще ни один... В 2016 году еще ни один транспорт не ездил. А сейчас это просто клондайк. И сегодня вы увидите это. Перед вами новый вид транспорта. Как нелегко положить это в, так скажем, свой ум. Как вообще можно придумать новый транспорт. Но это действительно так. Наилучшие характеристики и наименьшие затраты по всем показателям. Это именно тот транспорт, который необходим народу. Самый эффективный и самый недорогой. И это именно так и получается. Потому что Анатолий Эдуардович делает именно, так скажем, лучшие технологии для народа. Для жизни. Для того, чтобы жизнь на нашей планете процветала. И я уже катался на этих видах транспорта. И вам скажу, что это гораздо класснее, круче и приятнее, чем ездить на транспорте водном, например. С небольшой скоростью. И это интереснее и приятнее, чем летать на самолетах. Абсолютно безопасно, комфортно. Ты себя прекрасно чувствуешь. Стан, ты недалеко от земли. У тебя в 10 крат безопасность, прочность всех тросов. И ты пролетаешь, но видишь природу. Видишь все хорошо. Насколько поверхность, верхушечки деревьев. Наслаждаешься этой природой вокруг себя. С самолетом немножко не так. И какой след экологический после самолета, а какой после струнного транспорта. Разница феноменальная. Ну и, конечно же, железная дорога. Это вообще день и ночь. И особенно это первый уровень. Уровень для флоры, фауны человека. Уровень для жизни человека. И всего живого. Там не должно быть смертоносных транспортов, которые несутся со скоростью 100-100 км в час, 120 км в час. Это наши железные дороги, у которых средняя скорость сейчас на самом деле, с учетом погрузки и разгрузки, не так уж и высока. Но когда они разгоняются, это опаснейший транспорт. Но наш фаворит – это автотранспорт. Некогда самый полезный транспорт сейчас стал настолько уже и вредным, плюс к своей пользе. Польза уменьшается, вред увеличивается. И это, он считается, один из самых опасных. Забирает полтора миллиона жизней в год. Вот этот первый уровень, по которому мы с вами ходим. Наши дети, наши домашние животные и прочие другие животные. И еще 10 миллионов человек делает инвалидами. То есть это транспорт, убрав который, например, мы не собираемся его убирать. Надо прийти на помощь сначала, разгрузить. Все может в симбиозе работать сообща. Но если двигаться в подобном направлении, то за ближайших 100 лет мы сохраним жизни большим людям, чем за все войны, которые проходили у нас на планете Умико. То есть такой счет идет, насколько вредоносен сейчас транспорт именно в такой перегрузке. Ведь посмотрите на наши города. Они же просто кипят. И, конечно же, мы без транспорта никуда. Но надо смотреть шире, надо смотреть инновационно и смотреть, какие варианты уже предлагают. Ведь их реально за небольшое время, за небольшие средства можно реализовать и распространять по всей планете. Как в общем целом мы и делаем. И нас 8 миллиардов человек. Мы действительно можем теперь влиять на то, что происходит в нашем мире. На то, какие будут дороги. Ведь они же строятся за наши деньги, за деньги налогоплательщиков в большинстве своем. И в скором времени, точнее уже это началось. Можно сказать, в этом году города и страны, например, какие-то думы или государства будут связываться с Unisky Stream Technology. И заказывать, например, там 4 трассы в Даугавпилсе, там 3 трассы в Энспилсе, в Лепую, например, в Латвии. И там в Ригу 7 трасс, там, не знаю, по 300, например, единиц транспорта. И междугороднюю из Риги в Таллинн еще. То есть вот такими заказами будут делаться огромные проекты. И мы сможем между странами, между городами, сообща по одним и тем же веткам, перемещаться с очень высокой скоростью. В 2000 раз безопаснее, чем на автотранспорте. И эта философия безопасности и чистоты, то есть не оставлять после себя никакого негативного следа. Сделать эти технологии, чтобы они действительно были безопасны. Ведь наши возможности, они просто безграничны сейчас. И главная философия соблюдать гармонию, баланс, работу и жизнь вместе с природой. Не против нее. Надо сделать так, чтобы мы работали сообща, и природа, и законы физически работали на нас. Unisky в этом очень хорошо понимает. И Анатолий Эдуардович свои все технологии делает максимально простыми, эффективными и приближенными к природе. Для того, чтобы просто жить с ней и дружить. Потому что на нашей планете 10 и 20 миллиардов и более могут жить люди, припевающие, в полном изобилии, в полном благополучии, в тепле, в уюте. И это все есть в его технологиях. В его технологиях эко-мира. Стоит только поизучать, и вы будете поражены, в каком количестве идеи. И не то, что идеи, концепты. Уже практически готовые технологии, которые стоит только сертифицировать и строить. Потому что есть же целая серия. Это самый понятный и земной проект. Это транспорт. Далее будут гумус, восстановление почвы. Очень насыщенная почва черноземного типа, на которой можно будет пусты озеленять. И это эко-дома устойчивые, которые полностью себя обеспечивают. Эко-поселения, линейные города. Вынос вредного производства в ближний космос. То есть целые серии технологий, которые уже признал мир. За что Анатолий Эдуардович Вениски получил премию мира в 2018 году в Братиславе, в Словакии. И есть уже ученые, которые просмотрели, просчитали то, что предлагает Анатолий Эдуардович. И сказали, да, это абсолютно возможно. Это прекрасное решение проблем человечества. И представьте, если у человека есть технологии аж для всей жизни, то уже в простой, так скажем, малодетальной технологии транспорт, не считая городов, экосистемы всей планеты, а просто транспорт. Он создал самый оптимальный, самый эффективный, самый безопасный транспорт. И более того, это не все его изобретения. Ведь он автор более 200 научных работ, 20 монографий и свыше 150 изобретений. Причем в разных сферах, сферах строительства, транспорта, машиностроения, электронной и химической промысленности. То есть это ученый из Больбуквы, Леонардо да Винчи нашего времени. И он один из немногих людей, у кого действительно есть решение, как нам жить в ближайшие десятки, сотни и даже тысячи лет. И не просто идеи, а подкрепленные аргументами и подкрепленными технологиями, с которыми это можно будет делать действительно в любви, благополучии, в гармонии и в изобилии. И эти возможности он передает людям. Эти возможности сейчас растут, как на дрожжах. Ведь вместе более 500 тысяч человек по всему миру объединились и создали огромный штат сотрудников высококвалифицированных, офисы в разных городах и странах. Несколько заводов полностью оборудованы невероятными станками, некоторые по полмиллиона долларов. И там их уже много. И этих заводов уже делают настолько высококачественную продукцию, как космическая продукция или авиапродукция. То есть на высшем уровне мы создаем технологии самого высокого уровня. И этот производственный комплекс сейчас уже начинает работать на нас, потому что были сделаны уже первые проекты внешние из России, электрокарт, целую серию мы сделали, причем с очень высоким качеством. И наши заказчики были очень удивлены. То есть наше же финансирование самого проекта, оно не стабильное, оно не суперполное, что постоянно на каждое следующее действие есть финансирование. Оно немножко растянутого времени. Поэтому все другое свободное время Анатолий Эдуардович также комплектует возможность отрабатывать инженером, например, собственное развитие, собственные зарплаты, какое-то еще дополнение к развитию наших заводов. То есть компания создана просто гигантская уже на данный момент. И главная тема этого создания – это сертификация. То есть главное, что нам необходимо сделать, это просертифицировать всю технологию. То есть Юницкий ее создал. Теперь перед тем, как ее кто-то закажет, нам необходимо на бумагах по бюрократическим законам доказать, что это вот такое вот, оно действует вот так, вот такие у него характеристики, служить будет вот столько. Вот такая циклика там и так далее. И вот тогда определенная там, например, стоимость. Короче, всю технологию необходимо просертифицировать, а для этого ее нужно построить, испытать хорошенько, продемонстрировать. И просертифицировать. И весь этот процесс у нас уже более чем на 80% закончен. Мы на 14 из 15 этапов. И радостно знать, что даже при том, что мы еще не завершили весь проект, у нас уже то, что сертифицировано, у нас уже за этим становится очередь. И уже есть первые адресные проекты. И люди хотят, понимают, насколько эта технология будет для мира, насколько большое влияние эта технология сделает в городах и странах, там, где они будут построены. Потому что в соседней стране по экономике это сразу будет заметно. Где есть такие трассы, хотя бы даже одна, просажирская, одна грузовая, там уже будет движение и развитие этого центра за один год. Будет чувствоваться очень-очень, так скажем, сильно. Потому что, представьте, в одном городе ездят 20-30 с 50 км в час, а в другом 150-500-600 км в час. Разница будет феноменальна, потому что те люди, которые в стране с 600 км в час, они смогут за один день несколько стран выехать за края и вернуться назад. Или внутри, в нескольких городах провести огромные работы, при этом сделать огромный положительный эффект как на свою жизнь, так и на жизнь окружающего мира. И пассажирский транспорт, это, конечно, одна из прекрасных возможностей каждому человеку. То есть общественный транспорт для каждого человека. То есть с помощью подобной одной трассы целый город, пользуясь ей, увеличивает свою эффективность очень сильно. То есть окупаемость, так скажем, в эффективности городов, того, что смогут, насколько больше смогут люди в этот один день сделать, это просто потрясающе. Ну и, конечно же, очень гибкое развитие технологии, придуманное под каждую задачу, наверное, есть транспорт. И представляете, то, что можно было сделать за пять лет, скажем, как обычный автомобиль от пяти до десяти лет, например, от начала разработки до выхода на рынок, например, пикап такой серьезный. И от миллиарда до двух долларов будет это стоить. А у нас за полмиллиарда мы сделали уже в железе 12 моделей, причем некоторые модели в нескольких экземплярах. И они в железе готовы, и уже большинство из них просертифицировано. Так, кроме этого, сделаны еще и дороги под эти модели, под эти экземпляры, и станции, и стрелочные переводы. То есть огромнейшая работа, а у нас еще и штаты, и заводы, и так далее. То есть гиперработа производится под началом Анатолия Эдуардовича Едницкого, и он действительно гений своего дела. Дорогие друзья, извините за неудобства, что-то с нашей комнаты выбило всех, как я понимаю, мне написали ребята. Но большое спасибо, что вы вернулись. Очень здорово, мы продолжаем. Я говорил о том, что данная технология настолько разнообразна, что она может подходить абсолютно под каждый участок нашей планеты. И те поселения, даже где есть несколько сотен или несколько тысяч человек, заручиться подобным транспортом с минимальными затратами от государства, для того, чтобы там появилось такое пассажиры и грузосообщение. Либо это могут быть более серьезные, более быстрые, более стабильным рельсам, юнибайки, юнибусы, где все место. То есть на тысячи людей, на десятки тысяч. Ну и, конечно, составные транспортные средства, как юникары, то есть это уже на десятки, сотни тысяч. И подобными трассами и подобными маленькими транспортами, которые сами по себе передвигаются, им только нужно выдать задачу, и они сами двигаются. То есть от нас, от людей отходит необходимость движения, именно рулить, следить за дорогой. И, так скажем, снимается человеческий фактор. Теперь транспортные средства становятся на порядок безопаснее, свободнее. То есть это закрывающая технология, которая освобождает нам время и делает нас свободными, чтобы мы творили в тот момент, пока мы едем, мы можем учиться, общаться с другими людьми, отдыхать, наслаждаться окружающим миром, окружающей природой. Ну или даже работать в переговоры. Но этот городской транспорт 150 км в час, это, конечно, здорово, это решает множество проблем для всего, но я больше всего жду передвижения 600 км в час, потому что именно 600 км в час даст нам возможность между городами. То есть менять часовые пояса по земле, можно сказать, над землей, но не летая. И абсолютно экологически чисто и супер безопасно. Представляете, как вырастает эффективность одного человека, когда есть такой транспорт. А если это общественная трасса, как вырастает эффективность людей, живущих в этой области. И это один час, 600 км в область, куда вы можете добраться, когда эти трассы уже будут расстраиваться и объединять страны, города, главные, столицы. Мы сможем сесть в одном месте в нашем шарике, на нашем шарике, на нашей планете, в транспорт. И пройдет десятки тысяч километров до других мест, которые нам необходимы. То есть объединение людей в общую сеть, в Транснет, в Юскайнет. Но и не только пассажироперевозки, так важны для человека, но и грузоперевозки. Сейчас же эра потребления. И на что хотел бы обратить ваше внимание, особенно все те, кто хотят поддержать налогию. Вы станете совладельцами, а это один из самых дорогостоящих бизнесов в мире. Один из самых дорогостоящих и самых прибыльных. И у нас здесь серия дорог, так скажем, и грузового, очень достаточно широкая, как раз под все необходимости, которые есть на нашей планете. Тут можно перевозить и штучные грузы, и в подвесном и навесном исполнении и жидкие грузы, и сыпучие грузы. И работать как с месторождениями, как разработка их и доставление грунта, например, либо еще каких-то материалов по длинному пути до места уже базирования, например, какой-то фабрики. Либо место, где что-то еще делается, например, с этой рудой, либо она уже фасуется по каким-то другим контейнерам и распространяется. То есть Юнитранс, Юнитрак и Юникон – это наша помощь в грузоперевозках этому миру, и она настолько эффективна будет. И та цена, которую уже предлагают Анатолию Эдуардовичу, прям сбоку, если на нашем контейнере, который сейчас проходит испытания в Объединенных Арабских Эмиратах, там написано 1 доллар за 100 тонн на километр. То есть 100 тонн перевести на 1 километр будет стоить 1 доллар, а тонну на километр – 1 цент. Представляете, насколько это мало? И это ноу-хау, это, так скажем, уже прокатилось волной по всему миру. Те, кто связаны с грузоперевозками, понимают, какое это серьезное заявление. И Юницкий говорит это не так, потому что он это разрабатывал. И причем этот транспорт мы сможем, так же, как и все остальные, использовать даже в труднодоступных местах, там, где сейчас разработка либо перемещение обычного наземного транспорта, либо авиации, очень затруднена, либо очень дорогостоящая и опасная. А мы при этом с нашими Юниконтами можем со временем перенять более 50% транспортного рынка и грузоперевозок. Таким способом эти все наши грузы будут доставляться гораздо быстрее, гораздо эффективнее, и стоимость этого будет меньше. Ждать мы будем меньше, а за то, что мы еще ждать будем меньше, мы еще и меньше будем платить, потому что они нигде не простаивают. Это очень хорошо в грузоперевозках и связанных с портом, потому что наши морские порты могут быть гораздо, гораздо более эффективны и менее затратны. Ведь, как вы, наверное, знаете, земляные работы стоят очень дорого, но что строить дороже, это там, где земля примыкается водой. И сделать порт, чтобы разного рода корабли, даже с самым большим водоизмещением, которые глубоко будут, так скажем, выходить в глубину от поверхности воды, для них необходимо делать огромные котлованы и вырывать грунт для того, чтобы этот корабль не сел на мель. А здесь, с учетом предложения Юницкого, делать на шельфе море и по струнным транспортам отправлять уже на материк в униконтах. То есть, получается, шельф моря, это там, где еще часть морского дна, недалеко от берега, но уже достаточно далеко, чтобы глубина была такая, чтобы не нужно было ничего копать. И получается, что и так, и так любые водные транспортные средства могут подойти к подобному порту. Берут краны груз, ставят не просто куда-то, и они в пять слоев потом, как в обычных портах, стоят, отстаиваются, а там день застоя, может, для компании, для такого вот лайнера стоить миллион долларов простой. То есть, это огромные потери, за которые потом платим же мы же, конечный потребитель, зачем платить за это самому владельцу бизнеса. Все это перекладывается на нас. И таким способом этот груз ставится сразу же на униконт, а в униконте заложена программа, куда он должен идти. То есть, это, например, в Испании, где-нибудь в Валенте, такой порт забирает груз и отправил его в центр Франции или там в Германию. То есть, и транспорт двигается сам. Он отправился и ничего не ждет, нигде не простаивает. То есть, это и стоит меньше всего, и эффективность самая большая. И эта логика, она просматривается везде, во всех технологиях Ленинского. Он делает действительно самое лучшее для людей. И он делает это с удовольствием. Он положил на это всю жизнь, и реально видно, что у него это получается. Потому что то, как успешно развивается наша первая технология, это просто вау. А дальше экологические дома, о которых сейчас уже идут видео, показывают, как чем больше людей живут в доме, ну, то есть, несколько семей, тем больше расцветают растения внутри. Из-за того, что нет канализации, есть специальная система развода воды из всех раковин, из душа. И все больше и больше растут растения, плодовые, кустарники, плодовые деревья, разные ягоды, фрукты и овощи. И это все на доме. Плюс сам дом забирает, точнее, эти растения внутри дома, то есть, прямо в гостиной, огромный сад такой, забирает углекислый газ, издает кислорода достаточно много, свежий воздух, своя регулирует влажность. То есть, мы можем жить в, так скажем, в полном благополучии, в полном изобилии, в контакте с природой и сообща с ней жить. То есть, окружать себя такой природой и находиться там, чтобы мы дополняли друг друга, даже усиливали друг друга. И также будут развиваться линейные города, о которых Анатолий Эдуардович Юницкий тоже говорит. Зайдите, пожалуйста, на сайт unitsky.engineer. И там вы увидите, как он с 1966 года проделал огромнейшую работу и представляет все свои работы, технологии, идеи и решения о том, как мы можем жить, как в раю, здесь, прямо на земле. И мы действительно это можем. У нас зависит, как это будет. Потому что те здания, те возможности, которые нам сейчас дарят технологии 21 века, это фантастика. Буквально несколько десятилетий назад мы думали, что это фантастика, и даже представить не могли, что это так быстро воплотится в реальность. Ведь сейчас уже могут быть здания, которые полностью себя обеспечивают, дают и электричество, и воду, и тепло, и питание, продукты питания. И минимализм и простота технологий тоже очень работают. Так как и здесь. Транспорт самый эффективный, самый крепкий, самый безопасный, самый легко интегрируемый, самый экологически чистый. А он элементарен. Основная технология – это пучки струн. Струны, как на гитарах, только помощнее и побольше их штук. И они предварительно натянуты, помещены в корпус рельса со специальным бетоном, наполнительным, который антикоррозийное средство делает и уплотняет стенки, фиксирует струны внутри рельса. И сверху стальное колесо по стальному рельсу. Конечно, это один из видов использования подобной трассы. Кто интересуется, здесь есть даже расчет. Можно посмотреть, как это рассчитывается. Очень гибкая трасса под все виды. И для любой страны Анатолий Эдуардович конкретно постарался для того, чтобы эта технология могла предоставить комплексное решение для всего мира. Таким способом мы действительно сможем за 21 век построить более 20 миллионов километров таких. Они будут строиться быстро, просто тем более у нас будет сейчас развиваться и все больше и больше производства. Только от адресных проектов, уверен, сейчас отбоя не будет. Поэтому нам надо будет только расширять наше производство в разных странах, на разных континентах. Как транспорта, так и самих дорог транспортных. Ну и, конечно, провозная способность, даже при такой вот логистике, о которой я раньше никогда не слышал, когда маленькие транспортные средства, но не человек в них сидит, а они управляются общей системой. У нас же такие сейчас искусственные интеллекты, такие возможности машинного зрения. И оказывается, что с помощью маленьких транспортных средств можно с высокой скоростью без остановки по главным магистралям, то есть сразу отсюда, лететь, так скажем, к своей остановке без промежуточных. То есть не тратить время постоянно на разгон, торможение, разгон, торможение. То есть получается, в большом городе, чем иметь 10 поездов, которые будут вот так вот курсировать, можно иметь 100, на которые в 10 раз меньше, но каждый добирается до своего места без остановок, только это должны быть определенные сходы с главной магистрали, и это получается супер улучшение эффективности. Как говорит Анатолий Эдуардович, не больше 20 минут человек должен проводить в, так скажем, в нашем путешествии по городу, чтобы это было эффективно. Но, представляете, у нас скоро будет скорость 150-100 километров в час по городу, общественный транспорт, который над всеми пробками, над всеми загазованностями будет пролетать, а между городами 500-600 километров в час. Это же будет так здорово. Можно будет в любой день взять и сходить на, так скажем, съездить на море практически, где бы вы ни жили, и в этот же день вернуться назад. И помогут нам в этом электромоторы, мотор-колеса. Самый высокий коэффициент полезного действия стальное колесо по стальному рельсу будет с помощью аккумуляторов, либо контактного рельса. Это в разных, так скажем, в разных частях мира, и под разные задачи будет сделать по-разному, потому что если мы ставим аккумуляторы, они более автономные, и с ними, так скажем, само за себя транспортное средство отвечает, который легко сможет добираться до нужного места. Нужно правильно только рассчитать количество энергии, которое нам нужно запастись. Но таким способом немножко тяжелее будет весить транспортное средство, а значит, больше расход будет на передвижение. А если делать стационарные трассы, например, в городе, при том, что они могут быть построены как в существующих городах, так и в новых городах. Но самое главное, что в существующих. Ведь новые трассы можно будет построить сквозь квартал, сквозь дома, над домами, по диагонали. Хочешь так, хочешь так. То есть возможности уже даже сейчас при 400 метров между опорами мы можем уже разворачиваться действительно как хочешь, при том, что у нас есть еще спутники, мы можем оценить, так скажем, пространство загруженности улиц, то есть кто как где ездит, сейчас же есть у нас полная аналитика и по автобусам, по трамваям, поездам и так далее. То есть данный вид транспорта можно устанавливать прямо в самых нужных местах, и даже одна небольшая или несколько трасс в большом городе будут сильно улучшать характеристики всех жителей этого города. То есть возможности безграничны. И эта интеллектуальная система управления общая, она освобождает людей от того, чтобы заниматься вообще этим. Ты просто набрал туда, куда тебе нужно, и тебя транспорт отвез, а ты все это время свободен. Вот здесь написано, интеллектуальная система управления транспортным комплексом UST – это сбалансированное сочетание известных и проверенных эффективных технологий и передовых современных методов, связанные с нейронными сетями, цифровым интеллектом, большими данными и блокчейном. То есть наши сейчас компьютеры и наши роботы смогут помочь и забрать от нас ненужную работу, и забрать особенно работу там, где есть человеческий фактор, чтобы мы могли расслабиться и наслаждаться своими технологиями. Нам действительно помогали жить. И машинное зрение, их связь между собой, с каждой промежуточной анкерной опорой, с каждой станцией, то есть это как рой рабочих пчелок, которые работают сообща. Что бы ни случилось, они все будут по алгоритму принимать решения, действовать сообща, всю опасность просто убрали, исключают. И представляется, на 300 километров, на сотни транспортных средств по факту нужен будет только один человек, который за этим управляет. И еще один, который на всякий случай будет подстраховывать первого, если вдруг что-то случится. А так, до этого момента, для такого количества транспортных средств на 300 километров, нужно было тысячи, десятки тысяч людей, чтобы эти транспортные средства двигались. Пассажиры, пассажироперевозки и грузоперевозки. А сейчас это смогут транспорты делать сами. Только нужно будет правильно дать им задание. Ну и внутри более 250 датчиков даже в таком маленьком транспортном средстве, которые следят за полным комфортом и безопасностью пассажиров. То есть это наивысшего качества новые инновационные технологии. И конкурентов нету. Характеристики лучшие. Собраны из минимального, то есть только то, что нужно. И именно поэтому минимум ресурса планеты необходимы для того, чтобы строить и эксплуатировать подобный транспорт. Любые страны смогут позволить себе такие трассы. И жизнь людей в этом мире, в этих странах изменится до неузнаваемости. Дамы и господа, это самая безопасная транспортная система. Высокая устойчивость к вандализму и терактам. Расположение путевой конструкции над землей повышает безопасность в 100 раз. Только это в 100 раз. Размещение ЮСТ-транспортной инфраструктурной технологии над землей без перекрестков, потому что они на разных уровнях, заключает возможные дорожно-транспортные происшествия с наземным транспортом, пешеходом, домашними и дикими животными. То есть мы над землей, и все это нам уже нипочем. И боковых столкновений не может быть, потому что все перекрестки на разных уровнях. Ну и минимальное расстояние между дном транспортного средства и поверхностью земли составляет 4,5 метра. До недоступных крыш и крыш зданий 2,5, а автомобильных дорог 6,5. То есть противосходная система повышает безопасные движения еще в 10 раз. Тут получается уже как бы в тысячу. Но видите, этот транспорт сможет продвинуться где угодно, над чем угодно, в любой температуре, и даже будет строиться в горах, в скалах. Потому что Анатолий Эдуардович описал, что 3 вида, как минимум 3 вида роботов могут строить подобные трассы. Наземные, которые с земли будут делать определенные работы, на рельсах, которые будут двигаться по ходу дела, по ходу строительства трассы, и летающие. И это все вкупе будет стоить гораздо дешевле, чем все остальные виды транспорта. При том, что это единственный экологически чистый вид транспорта, который нужен всему живому на нашей планете. Мы можем сделать это вместе. Точнее, мы уже почти сделали это вместе. Но как и в каждый день, в каждый месяц, в каждый этап этого проекта, каждый человек важен. Ведь от каждого человека зависит, насколько быстрее мы справимся и реализуем этот проект по всей планете. А нас сейчас, дамы и господа, 8 миллиардов человек, уже полмиллиона разобрались и поняли, что это будущее. И это лишь первая технология. Дальше будет только интереснее и еще важнее. Мы уже ждем, те, кто знают про Экомир, другие технологии Анатолия Эдуардовича, когда будет строиться первоэкологический город, чтобы можно было туда переселиться и жить с этими единомышленниками, с людьми, которые двигают этот мир в сторону рая. И у каждого человека, дамы и господа, я считаю, что должна быть возможность участвовать в этом. Как минимум один раз увидеть это и набрать собственных аргументов, чтобы со спокойной душой либо пройти мимо, либо со спокойной душой стать частью этого великого дела, развития нашего человечества. Ведь какой город вы хотите вокруг себя и своих детей? Где безопасно, где можно в любой момент гулять, выйти с детьми и не бояться за их безопасность. Где будут внутри города прям расти плодовые растения, плодовые сады. И они будут экологически чистые, их можно будет кушать, эти плоды. Этот транспорт делает именно подобное вокруг себя. То есть эта часть все равно инфраструктуры городов, там, где живут люди. Но эта часть не вредит и делает невероятно эффективным то место, где строится потом транспорт. Поэтому каждому мультимиллионнику нужны такие дороги. С огромным пассажиропотоком вот такой берельсовый транспорт, подвесной и навесной, который вы видите ближе всего на данном изображении, на данной фотографии. Потому что это действительно наши фотографии реальные. И SkyWorld Community, компания, которая каждому человеку в такое непростое время 21 века дает возможность заниматься созидательной деятельностью. Делать этот мир лучше. Делать его чище, ярче, приятнее, безопаснее, экологичнее. И благополучнее так, чтобы все мы здесь жили с улыбкой на лице, сытые, довольные и творили. Продолжали творить. Тем более, что эта компания сейчас предлагает возможность, как можно продвигать инновационные экологические технологии с помощью преподавания, с помощью, так скажем, взять информацию и данные, знания в одном месте и передать их в другое место. Именно таким способом из нескольких людей сейчас настало более 500 тысяч человек по всей планете. Более 200 стран и регионов мира. И все эти люди могут на любом языке, с любым менталитетом, на любом континенте, в любой стране, в любое время, с абсолютно любым другим человеком делать добро развития нашей планеты и получать вознаграждение без ограничения. Это возможности, которые дает нам гениальный ученый и прекрасная компания. А перед вами то, что получается на выходе. Новое, лучшее для народа, для всего живого. Это потрясающе видеть, но когда ты катаешься внутри, ты понимаешь, что создаешь будущее. И дамы и господа, давайте не будем отбирать у людей, которых мы знаем, эту возможность, как минимум кто-то даже и не слышал ни разу. Пусть каждый человек, который есть вокруг вас, хотя бы один раз услышит про данный проект и особенно про эко-мир Анатолия Эдуардовича Янистского. Ведь конец, 15 этап, он не за горами, но до него все равно надо дойти. Хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее. И мы как можно быстрее начали строить на всех континентах эти дороги и связали вместе. Представьте, как классно, когда ты сможешь сесть в транспорт однажды и поехать куда угодно в полной безопасности, экологичности, спокойствии, наслаждаясь сохраненной окружающей средой. Я благодарю вас за внимание, дамы и господа. С вами был Артем Курбанов. И особенно благодарю вас за внимание, потому что всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. Большое вам спасибо. Будьте здоровы. А с вами была компания SkyWorld Community. И мы делаем этот мир раем. Будьте здоровы. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok